В Перми зарегистрировано порядка 30 третейских судов. К третейским судям обращаются с различными спорами, связанными с экономикой, например, о расторжении договоров. Стороны могут выбрать третейский суд, которому они доверяют, заключить третейское соглашение, либо изначально при составлении договора включить в него так называемую третейскую оговорку и при возникновении необходимости уже обратиться в третейский суд. Поскольку это суд негосударственный, то одна сторона договора не может принудить другую воспользоваться этим способом разрешения спора. То есть здесь все добровольно. Третейский суд – негосударственный судебный орган. В него могут обратиться и граждане, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Это не может быть, например, трудовой спор или бракоразводный процесс. По российскому законодательству важно, чтобы спор, с которым обращается в третейский суд, носил имущественный характер, например, взыскание долга. Получив на руки решение третейского суда, допустим, о взыскании задолженности, различных пений и штрафов, в том случае, если ответчик, должник, не исполняет такое решение добровольно, выигравшая сторона может обратиться в компетентный суд, то есть уже в суд государственный, это суд либо общей юрисдикции, либо суд арбитражный, получить исполнительный лист и с исполнительным листом идти к приставам. Самое важное, государственный суд не может давать иную оценку тем фактам, которые были установлены судом третейским. Судопроизводство в третейском суде, как правило, короче, потому что они меньше загружены. Их регламенты предусматривают меньше формальностей, связанных с процедурой судопроизводства, например, представление доказательств и назначение экспертизы. Третейский сбор нередко ниже госпошлины, однако надо помнить, что заплатив этот сбор, суд можно не только выиграть, но и проиграть.